Так, ну что, мы с вами готовы. Смотрю, есть ли связь. Я вижу, вы присоединяетесь. Отлично, буквально жду несколько секундочек. У нас третье занятие по телесно-ориентированной терапии. Вторая часть этого третьего занятия. Спасибо за сердечки, я вас тоже очень люблю. И мы с вами в первой части взяли теорию. Об очень интересных вещах говорили. На второй части у нас будет практика. Практика как раз по работе с дыханием. Так, я вижу, вы присоединяетесь. Для начала, здесь отлично. Первое, что мы с вами сделаем, это разминка. Разминка в довольно... О, у нас отменили лекцию сегодня в 18 часов. Это точно? Я просто еще не видела этой информации. Если это точно, тогда я вам смогу вполне возможно дать еще и побольше, если вы не устали. Слушайте, ну давайте тогда уже делать то, что мы с вами намереваемся. Вполне возможно, мы все успеем. И я смогу вас отпустить к вашей жизни. Точно, отлично. Большое спасибо. Окей. Тогда поехали. Смотрите, у нас будет с вами разминка сначала просто вот в абсолютно свободном ритме, свободном режиме. Этому нужно научиться. Для того, чтобы в теле просто вот дать телу эту разминку, да, иногда, но как я буду разминаться, я же не знаю этого. Кто-то, кто занимается практиками, это умеет делать. Кто не занимается, знаете, что нужно сделать? Просто поставить ноги немножечко шире, чем шире на плечи. И начать вот так вот покачиваться. Покачиваться в одну сторону, в другую. Дайте телу вообще раскачаться. Это, во-первых, запустит у вас внутри маятник такой. Кстати, хочу сказать, что пока я даю вам практику, я тоже не смогу отвечать на комментариев, что я их просто физически не вижу отсюда. Вот, так что давайте с вами сейчас позанимаемся, а потом, если у меня будет время, я еще отвечу обязательно на ваши вопросы. Очень люблю интерактивы живую. И вот сначала нам нужно, если у вас какая-то своя схема разминки, ради бога, используйте свою схему. Это я вот это вот даю тем, кто, ну, совсем себя в этой области не чувствует, каким-то там профи, даже просто сложно к этому подходить. Покачаемся немного и позволим тазу описывать вот такие вот движения, как восьмерка, да. Смотрите, как он у меня идет. Одно бедро вперед, да, потом оно идет назад, потом другое выходит вперед, потом оно идет назад, одно бедро вперед-назад, другое бедро вперед-назад. И мое тело, смотрите, оно начинает раскачиваться. И вот я могу плечи к этому делу подключить. Они тоже идут так вперед-назад, локти потом подключить. И теперь отпустить голову. Отпустить, во-первых, мысли, да, какие-то там соображения. Какие-то воспоминания. Вот. И так же вот просто ее отпустить на чисто мышечном уровне. Продолжайте качаться, дайте телу вот именно качаться. Так, свободно, свободно, свободно. И начинайте делать более сильные движения, более как бы такие динамичные. Но, естественно, все с большим уважением, большой любовью к своему телу. В одну сторону и теперь во вторую. То есть, как бы рука идет назад и вперед, назад и вперед. Как будто вы плывете, да? Теперь можно сделать, например, такое движение. Скрестить пальцы, вывернуть ладони вперед и потянуться, 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 потянуться. Приподнять голову, выгнуться и дать рукам как бы распасться в разные стороны. Как будто их такие, знаете, облака легкие поддерживают. И снова скрестим пальцы, вывернем ладони вперед, потянемся, потянемся, потянемся. Можем поднять голову и потом снова опустить. Медленно, 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 мягко руки. И в третий раз вы можете продолжать качаться. В теле будет движение, в теле будет энергия. Вывернуть ладони вперед и снова потянуться. Открыть лицо, небо и спокойно опустить руки. Также, что можно сделать? Очень хорошее упражнение на разминку. Можно просто попрыгать, как вы прыгали, когда были детьми, да? Вот мы попрыгаем с вами немножечко. И одновременно покачайте руками туда-сюда. У вас уже здесь как раз пойдет движ энергии. Теперь потрясите всем телом. Мы одновременно прыгаем. И остановитесь. Почувствуйте, да, какое оно стало. Потрясите немного руками. Везде вокруг себя. Не собиралась вам давать это упражнение, но сейчас дам, чтобы вы почувствовали, потому что оно действительно очень классное. Продолжайте трясти руками. Пока вы не почувствуете, что руки как будто бы становятся ватными. Вот другое в них ощущение, другое состояние. Еще. Прямо сзади, спереди, как будто у вас мокрые ручки, да? И вы стряхиваете воду с них. А теперь просто опустите их вниз. Закройте глаза и почувствуйте вот это ощущение, какое у вас в руках. Как будто по ним пузырьки шампанского бегают, да? Это ощущение энергии. Вот сейчас у вас в руках ощущение энергии. Если хочется, вы можете, например, одну руку положить на живот, другую руку положить на грудь. И подышать спокойно и глубоко. Спокойно и глубоко. То есть, как можно глубже, но абсолютно естественно. Как же я это сделаю, да? Либо глубже, либо естественно. Попробуйте как-нибудь. Самое естественное и одновременно более глубокое дыхание. И проверьте, посмотрите, где вы сейчас дышите. Какая рука у вас больше поднимается? Та, которая на животе или та, которая на груди? Ни в коем случае не прерывайте практику, не пишите мне, не отвечайте. Это для вас. Для вашего собственного наблюдения. Вы поймете, что, как, почему дальше. Просто посмотрите, где сейчас больше вашего дыхания. Где оно живет, да? В какой части тела. И спокойно опустите руки. Откройте глаза. Первое упражнение, которое мы как раз делаем на разблокировку дыхательного аппарата. Мы со вдохом, на вдохе мы поднимем плечи, вот прямо к ушам. А на выдохе мы их резко, мы дадим им резко опуститься вниз. Выдох будет через рот. Вдох. Поднимаем плечи. Еще раз. Вдох. Поднимаем плечи. Выдох резко через рот. Еще раз. Вдох. Поднимаем плечи. Выдох резко через рот. Плечи падают. И еще два раза, пожалуйста. Если вы вдруг начинаете зевать, это связано с расслаблением челюсти. Вообще с расслаблением. Сначала прозевайтесь, потом делайте упражнение. Если сделали шесть или семь раз, отлично. Ну и давайте в последний раз, да, шестой. Отлично. Теперь мы с вами снова, я вам предлагаю сесть на стул. Может быть вы сидели не на стуле, тогда найдите себе стул где-нибудь. Это будет удобно. Потому что это как раз, например, то, с чем вы можете работать как раз с клиентом. Мы с вами в прошлый раз не брали скручиваний. И сегодня для разработки дыхательной системы шампанского захотелось. После занятия, друзья, после занятия выпейте шампанского. Потому что если вы будете кому-нибудь рассказывать, что на телесно-ориентированной терапии в Академии онлайн, в Академии психологии коучинга онлайн пьют шампанское, это будет что-то не то. Вот, тогда сядьте, пожалуйста, на стул. Мы возьмем с вами сейчас простое, очень скрученное упражнение. Вы как раз его можете делать. Для себя вам нужна энергия. Когда вам нужно, знаете, развернуться иногда на 180 градусов. Просто поменять вот угол зрения на какую-то правую. Я выпью. Ну, вы хозяин своей судьбы, да? Как бы я не могу вам запретить вообще. Вот. Поэтому вот вам нужно какой-нибудь, какой-то новый угол зрения, да? Вам нужна свежая энергия. И вам одновременно нужно просто вот, чтобы энергия пошла в ваше тело. Сделайте скручивание. Обязательно поразомнитесь сначала. И потом сделайте скручивание. Что мы с вами делаем? Мы с вами садимся немножечко. Не смогу вам, наверное, показать. Хотя, подождите, давайте попробуем покажем. Так. Стул. Видно стул? Видно стул? Вот я могу в него сесть вот так вот, да? Ну, я буду держать спину. Я могу в него сесть вот так вот. У меня спина упадет, живот выйдет вперед. А я могу в него сесть вот так вот. Таким образом, мой таз будет немножечко приподнят. И спина, она вот как бы сама пойдет вверх. Я спину сейчас не держу. Я даже ее, понимаете, я даже... Вот так вот для этого мне уже нужны усилия. В нормальном состоянии. Вот она у меня. То есть вы сядьте, как будто бы на краешек чуть-чуть вашего стула. Так, чтобы ваш таз, он немного как бы пошел вверх, а живот пошел вперед. В таком положении мы его будем делать. Давайте. Вот так вот просто. Я хочу. Я хочу также видеть вашу обратную связь. Шампанское завтра, разумею. У меня сейчас марафон заканчивается как раз по голоданию и по осознанности. Вот. И мы на этом марафоне не пьем. Не пьем алкоголя совсем, шампанского. Потом уже после марафона можно будет. Смотрите. Мы вдыхаем и позволяем всему позвоночнику пойти вверх. А на выдохе очень мягко начинаем облокачиваться, вот так вот поворачиваясь в одну сторону, на свое кресло как раз. Для того, чтобы вам было удобно, вы можете в любую сторону. Вы можете рукой противоположным движением. Я, например, сейчас у вас видно, что как будто бы я в левую сторону иду. Потому что инстаграм, он меняет положение тела. Я сейчас скручусь в левую сторону, скручиваюсь в левую сторону. И правой рукой я как бы зацепляю за свое бедро, чтобы себя еще больше в эту самую левую сторону подтянуть. Голова моя могла бы круто пойти в левую сторону. Но это будет слишком для моей шеи. Поэтому я просто даю ей мягко повернуться влево, но не до конца. Даже, знаете, она может прям сильно повернуться влево, но не до конца. Поэтому вы можете даже вернуть ее чуть-чуть. Для нее так будет очень хорошо. И вот в таком положении просто спокойно-спокойно-спокойно подышите. Опустите плечи. Расслабьте плечи. Расслабьте по возможности руки. Даже если они у вас, скажем, схватились за спинку кресла, да, там и схватились за бедро. Постарайтесь их все-таки расслабить. Расслабьте мышцы челюсти. И расслабьте лицо. Расслабьте язык внутри рта. Расслабьте пальцы на ногах, икры, бедра, живот. Все, что можете расслабить. И на каждом очередном вдохе совсем невидимо. Ваше тело как будто стремится вверх. И на каждом выдохе совсем невидимо. Оно как будто на полмиллиметра разворачивается в ту самую левую сторону, да, в которую вы разворачиваетесь, в которую вы скручиваетесь. То есть оно все глубже и глубже на каждом выдохе уходит в скручивание. Не на физическом уровне, друзья. На физическом уровне, вполне возможно, вы этого даже не заметите. А именно на энергетическом. Как будто бы вот я вот туда вот тянусь. Я уже на максимуме, но я все равно туда тянусь. Если мы работаем таким образом, тело мягко, 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 мягко идет в ту сторону, в которую мы скручиваемся. И просто подышите. И теперь мягко, мягко, мягко вернитесь. Оставляя тело таким, знаете, оно снова в таком вытянутом состоянии. И мы с вами сделаем сразу же во вторую сторону. Вдох. И на выдохе в правую сторону я теперь скручиваюсь. И снова я облокачиваюсь сзади на спинку. Это мне поможет. И рукой левой берусь за бедро правое, чтобы еще глубже себя свернуть вправо. Голова у меня идет далеко-далеко-далеко-далеко вправо и возвращается немного. Так, чтобы мне было комфортно. И я снова дышу. Я снова дышу мягко и спокойно. Расслабляю мышцы челюсти, лица и всего тела. Глаза можете закрыть, чтобы погрузиться еще больше в свои ощущения. Как будто все остановилось. Только ваше дыхание. На вдохе мы мягко поднимаемся к небу. На выдохе. Невидимое глазу движение. Мы мягко скручиваемся все глубже и глубже вправо. И мягко и плавно возвращаемся. Легкое движение снова влево. И все, мы вернулись. Снова подвигаем плечами. Пока не пишите ничего, потому что у нас дальше будет продолжаться практика. И потом тогда уже вы напишите, как вы себя чувствуете, что к чему. То есть как бы я предлагаю, да? Вторая дыхательная практика. Это как бы меха. Кузничная меха. Меха энергии. Она очищает, по сути дела, от любого мусора. Любого вида мусора. И в голове, и в легких. Как бы она освобождает поток энергии. Она очень интересная. Вы ее можете дать человеку, который, знаете, находится в таком, либо для вас, да? Либо человеку, который находится в таком ступоре несколько. Или в состоянии усталости. И он хочет себя вот это вот как бы скинуть, да? Он хочет немножечко пробудиться, чтобы просто поживее быть, да? Даже почувствовать лучше те процессы, которые в нем происходят. Она на самом деле очень освобождает. Если какие-то были операции на плече, на позвоночнике, недавние. Если у вас сейчас беременность, то его делать не нужно. Вы просто можете его там куда-то в копилочку себе положить. Вот. Я его делала беременную, но потому что я себя просто хорошо знаю. Вот. Если вы впервые практикуете, то лучше не делайте. Да, собственно говоря, других противопоказаний нет. И если у вас сейчас голова сильно болит, это и проблемы с давлением, тогда тоже не надо. Но я думаю, что если у вас сильно болит голова, вы, может, даже лекцию не смотрите. Поэтому здоровья вам в любом случае. Смотрите. С руками в бомбу упражнений. Круто. Смотрите. Кладем руки. Оно делается в сидячем положении. Либо на стуле, либо на полу со скрещенными ногами. Обязательно подушечка под тазом. Под как бы вот... Точно так же, чтобы таз приподнимался. Но вот мы его с вами сделаем на стуле. Вот вы сидите плотно, сидите на стуле. И вы начинаете... Только что мы скручивались. Мягко, мягко, мягко. Сначала. Для начала медленно. Сейчас. Потому что инстаграм у меня здесь все меняет. Поэтому мне надо вас как-то... Смотрите. Идем с вами влево, когда мы вдыхаем. Когда вправо выдыхаем. Лево вдох, право выдох. Лево вдох, право выдох. Лево вдох, право выдох. Лево вдох, право выдох. И начинайте идти быстрее. Дыхание через нос. Лево вдох, право выдох. Лево вдох, право выдох. Ваша голова крутится вместе с вами. Если волосы, например, у вас распущены, они там длинные, полудлинные, они вокруг вас так будут летать. Это нормально. Голова обязательно вместе с вами, не блокируйте ее. Вы можете закрыть глаза, если хотите, потому что все остальное я вам буду говорить голосом. Смотрите, а теперь вы перестаете как бы думать о своем дыхании и просто открываете рот. И даете дыханию случиться. Вы услышите, как оно само там дышит. Такой звук получается. Не знаю, слышно или нет, надеюсь, что слышно. И вы продолжаете двигаться. Отлично разрабатывает легкие, отлично разрабатывает бронхи. От бронхитов очень хорошо и после бронхитов хорошо. Не во время бронхитов. И, наконец, спокойно, спокойно, спокойно дыхание становится мягче. Движение становится мягче. И мы возвращаемся. И дальше несколько раз спокойно глубоко дышим. Можем коснуться руками. То есть руки идут друг к другу в приветственном жесте, в намасте, на уровне груди. Центрируемся. И спокойно открываем глаза. И возвращаемся в наше пространство. Теперь посмотрите, какие у вас ощущения от этого. Меньше стало энергии или больше энергии? Какие ощущения? И бухать не нужно. Это точно. Это вообще, вы знаете, эти практики – это такая экономия средств. Почувствовали, что жарко стало? Что энергия пошла? Да, мы выдыхаем через рот. То есть, вы знаете, мы не выдыхаем, по сути дела. Когда мы делаем это упражнение, мы рот открываем, и у нас там оно дышит само. Вот так вот получается. Перемотаете потом на записи, сделаете еще. Ага, жарко. Отдышка – отлично. Пролив крови – жарко. Видите, вот здесь вот мы пробудили как раз с вами симпатическую нервную систему. Если сейчас нужно двинуть с собой, взяться и пойти, да, все, мы можем двинуть с собой, взяться и пойти. Энергии нет, вот мы можем. Мягко причем, да, не били себя, никакого пинка там, даже ласкового себе не делали. Да, учащенное сердцебиение может быть. Легкость – отлично. Заколова в правой стороне груди. Может быть, подреберная невралгия как бы так проявляется. Нужно тогда просто в следующий раз побольше размяться немного. Угу. Пузырики шампанского в голове. Все какие-то симптомы. Жаркое, легкое состояние. Отлично. Почему нет сил? После этого упражнения нет сил, да? Если нет сил после этого, зевать хочется, расслабление, если после этого упражнения нет сил, тогда, потому что, по-видимому, слишком долго это было для вас сейчас, для вашего состояния или много. Угу. Угу. Не видно на видео. Да, сначала дышим и выдыхаем через нос, а когда открываем рот, то воздух заходит и выходит через рот. Именно так. Да-да, именно так. Вообще нет сил. Значит, просто вам, для вас сейчас не парасимпатическую, то есть не симпатическую систему надо включать, а действовать в парасимпатической системе и отдыхать, восстанавливаться. Значит, просто организм устал, в какой-то вот он такой временной усталости находится. Угу. Энергия прет, спазм нервный уходит, в конечностях вибрации отлично. Смотрите, давайте продолжать. Дальше, я думаю, вот этого вы точно не ожидали. Кто-нибудь слышал о йоге смеха? Кто-нибудь знает о такой технике? Напишите мне. Плюсик, если слышали. Минус, если не слышали. Простывший. Если простывший, да, сложновато такие вещи делать. Тем более организму нужно восстановление обязательно. Не слышали. Угу. Не слышали. Полезно делать? Да, полезно. Не слышали. Ага, кто-то слышал. Смотрите, буквально вкратце. Йога смеха – это бомба на самом деле просто. Это такая мощная штука. На чем она основана? Был такой доктор Мадан Катария. Ну, он как бы до сих пор есть. Вы можете набрать йогу смеха. Я вчера смотрела, как раз готовилась к лекции. Думаю, есть ли что-нибудь на русском языке. Нашла прекрасное видео на YouTube. Вот, значит, Мадан Катария о йоге смеха. Он все там вам рассказывает. Штука там в чем? Он был, он врач, и как бы он заметил в своих исследованиях, что, то есть, вся эта техника, она основана на таком вообще простом абсолютно доводе, но уникальном, что, вы знаете, да, все, вот, как бы терапевтической ценности смеха. Когда мы смеемся, у нас вырабатываются эндорфины, мы себя лучше чувствуем, мы молодеем, у нас настроение, естественно, улучшается. Вот, например, дети, они, видите, какие они жизнерадостные в основном, если у них травм серьезных там не было, да, или какой-то они горе не переживают, они очень жизнерадостные. Они смеются где-то, вы представляете, он подсчитывал это где-то 200-300 раз в день, а мы сколько, да, там, 2-3 раза хихикнули, и то. Бывает весь день, такие вот ходят. И, как бы, вот терапевтический эффект смеха, он потрясающий. И вот сначала он организовывал такие клубы в Индии, он собирал людей, и он читал им какие-то там смешные анекдоты, заметки, люди смеялись, все было хорошо. А потом, ну, уже все шутки-то у него одни и те же, уже стало не смешно. Вот, и он подумал вообще, что же, что же мне делать? И он стал как раз, он в этот момент проводил исследование, и он выяснил, что для организма между смехом настоящим, что-то смешное случилось, рассказал вам кто-то шутку, анекдот очень смешной. Вот, между настоящим смехом, вызванным какой-то конкретной ситуацией, и между смехом, который мы имитируем, для организма не существует вообще никакой разницы. Те же самые эндорфины вырабатываются. Точно так же, для чего мы сейчас это будем делать? Мы это с вами будем делать, да-да. Вот, домашние ваши скажут, что вы вообще, наверное, с ума посходили. Диафрагма освобождается. Вообще, у нас штука тут в чем? У нас внутри диафрагма, да? Диафрагма, это, я уже, наверное, вам рассказывала на прошлом занятии по йоге, это такой зонт между верхней частью тела, вот тут вот у нас легкие, да, сердце легкие, и нижней частью тела. Здесь у нас все вот эти вот внутренние органы, пищеварение, да, и вот она у нас диафрагма. То есть, она работает каким образом? Когда мы вдыхаем, она идет у нас вот так вот вниз. Вдыхаем. Ага. Йога, это я про йогу смеха рассказываю, йога звука, это немножечко другое. Когда мы выдыхаем, она поднимается вверх, то есть она как бы утягивает наши внутренние органы, и она их толкает, то есть она, по сути дела, их массирует. Это одно действие, то есть все тело как бы обновляется, да, потому что там происходит вот этот вот массаж, и она освобождает наше дыхание. То есть на более таком сложном, энергетическом, субтильном уровне, эзотерическом, по сути дела диафрагма является связью между вот этим вот духовным дышащим миром и вот этим вот материальным миром, да, который переваривается, который переваривает. И она, когда она живая, то между этими двумя мирами есть связь, и мы, по сути дела, более целостны. Так вот, дыхание, да, оно освобождает диафрагму, но ничто так не освобождает диафрагму, как смех. У меня каждый день йога смеха. Нет, йогу звука я вам не буду читать, я... Но в контексте этого курса я этой техникой не занимаюсь. Вот у нас с вами, да, я хотела сначала ввести это задание, но там вообще такая просто глубина, я не могу вам это дать в одном задании. Там везде глубина, но вот это вот, понимаете, я считаю, что это нужно быть, это нужно быть вот просто в реале. Я училась звуку с живыми преподавателями, и это очень важно, это совершенно живая вибрация. Поэтому делаю, что могу. Смотрите, и мы сейчас с вами сделаем несколько упражнений как раз из йоги смеха для конкретно расслабления диафрагмы. И после этого уже пойдем с вами в упражнение конкретно пранаямы. Я вам дам два упражнения из пранаямы. Они самые важные, они самые ценные, они такие самые глубокие. Дальше там можно уже учиться, учиться и учиться. Смотрите, что мы делаем. Мы с вами сейчас будем хлопать в ладоши. Но не вот так вот, как когда нам спектакль не нравится, а вот как детишки, пытаясь именно совместить вообще вот все ладошки. Попробуйте. Ладони, они расслабляют челюсть, опять же, расслабляют диафрагму. То есть такое интересное. И мы с вами будем хлопать не просто так, а мы с вами будем делать следующую вещь. Когда мы будем с вами хлопать, мы будем с вами произносить звук ха. То есть это хорошее такое русское ха. У французов это, например, плохо получается. Им нужно всегда такое, прям что-то его где-то искать. Это у нас этот ха, оно у нас есть. А ха его выталкивать из живота. Как будто оно, знаете, как будто у нас в животе под диафрагмой сидит такое большое, жирное, красивое ха. И мы его хотим вытащить вообще наружу, чтобы увидеть, как оно все светится. Попробуйте. Ха, 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 ха. Смотрите, что делается в этот момент с живота. Сейчас вам покажу свой животик. Смотрите. Ха, 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 ха. Попробуйте. Вот сейчас у вас будет гипервентиляция, шампанского будет не нужно. Мы сейчас сами в космос улетим. Но не переживайте, все будет хорошо. Смотрите. Получается? Получается? Можете поставить плюсик. Или вы уже развеселились, уже смеетесь? Вижу сердечки. Слов нет, только чувства. Смотрите, мы будем делать так. Ха, 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 ха. Дать дыхание огня. Ха, 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 ха. Только через рот. Ха, 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 ха. И продолжаем. Ха, 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 ха. Продолжайте, пожалуйста. Вид у вас совершенно дурацкий. Звучите вы по-дурацки. Это нормально. Мы сейчас с вами разрабатываем диафрагму. Уже смешно. Отлично. Ха, 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 ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, успокаиваемся немного. А теперь... Отлично. Отлично. А теперь смотрите. Я вам сейчас предлагаю, не отходя далеко от кассы, начать смеяться. Без повода. Смотрите. У меня, например, у меня хорошее настроение, потому что я сегодня с вами. Я надеюсь, что у вас тоже хорошее настроение, потому что вы сегодня со мной. Короче, вы должны просмеяться. Друзья, я засекаю две минуты. Хорошо? Вы можете смеяться. Вы можете хихикать. Вы можете, там, я не знаю, все что угодно, но, короче, две минуты вы должны просмеяться. Пожалуйста, плиз, попробуйте. И мы с вами посмотрим. Итак. Делайте это как упражнение. Может быть, даже вам страшно. Может быть, даже это выглядит по-дурацки. Попробуйте. Если вам совсем страшно и грустно, прекращайте и не делайте. Иначе сейчас не период для вас. А нет, то смейтесь. Собака пришла меня жалеть. Люди в пробке, кстати, тоже начнут сейчас веселиться. Продолжение следует... Люди, которые только присоединяются, не бойтесь, у нас здесь йога смеха. В крайнем случае пересмотрите, поймете, что к чему. Минута осталась, друзья. Пытаемся успокоиться медленно, подышать спокойно. И посмотрите, как вы себя сейчас чувствуете. Как себя сейчас чувствует ваша диафрагма, какое у вас настроение. Если у вас сейчас очень тяжелое состояние, это могло бы казаться дичью, могло быть даже страшно. Значит, просто для вас сейчас не момент. Уважайте себя. Если все нормально, тогда, я думаю, эффект будет хороший. Занятие по йоге смеха, оно длится, знаете, максимум 40 минут. Потому что это, ну, очень мощная практика, наверное, самая вообще крутая, просто энергетическая практика. Простая такая, доступная, которую я знаю, вот из простых доступных. Напишите мне, какие у вас ощущения, как вы себя чувствуете. Знаете, у нас с вами будет такой фидбэк. Фидбэк, фидбэк. Сердечки прошли, отлично. Как вам лучше стало? Слезы смеха, легкость, легкость, щеки болят. Весело вспотело, разделалось. Тоже слезы и смех. Ага, мышцы черепа не имели. Усталость. Усталость – это хорошо, это расслабление. Значит, вам отдохнуть очень нужно. Улыбка не сходит теперь. Зажатость в горле немного. Значит, надо, знаете, просто, во-первых, челюсти помассировать. Вот прямо сейчас вы можете это сделать. Ой, видео зависло. Нет, нормально. Есть? Есть связь? Есть. Челюсти можете помассировать. Вот. И это напряжение, оно пройдет. И до этого обязательно нужно, значит, будет растяжку и вот разминку делать более такую глубокую улыбку. У нас губки болят. Так. Смотрю на время, сижу и улыбаюсь. Отлично. Вот у вас еще одна волшебная палочка. Для вас просто кашель. Отлично. Горло прочищается. Бронхи, значит, прочищаются. Отлично. О, хочет улыбаться. Немного голова закружилась, потому что кислорода много пришло. Отлично. Рот хочет улыбаться. Отлично. Супер. Вот волшебная палочка, понимаете? Сразу, сразу как бы и парасимпатическая, то есть и симпатическая система у вас здесь включилась, и эндорфины пошли, и диафрагма расслабилась, и у вас уже может идти сейчас работа в любую сторону. Либо, как бы, еще больше, да, симпатическую систему включать и работать именно на энергию после этого упражнения. Либо идти в парасимпатическую систему и в расслабление как раз. И это то, куда мы сейчас с вами пойдем, потому что я вам хочу передать одну очень важную технику. Те, кто занимаются йогой, скорее всего, ее знают. Но в йоге вообще столько деталей. Всегда интересно еще раз послушать. Лично сын начал повторять ха-ха-ха, он мне говорит совсем супер. С детьми это вообще просто супер делать, они обожают это. Мурашки были, мурашки – это энергия пошла. Смотрите, сейчас у нас будет трехступенчатое йоговское дыхание. Переживаю горе, стала плакать. Знаете, эта техника, когда, например, ее тело получается делать, она может как раз высвободить энергию. Потому что горе, оно, знаете, оно как такой вот комочек сжатый внутри, да, который плакать не может. Вот, когда начинают слезы идти, когда, вот в энергетике просто, когда начинает идти вода, значит, все это уже не камень, значит, уже туда энергия жизни пошла. Вот. Сочувствую вам соболезновую очень. Смотрите, сейчас у нас будет трехступенчатое йоговское дыхание. Лучше всего его, конечно, выполнять лежа. Если вы не можете выполнять его лежа, мы с вами его будем выполнять сидя. И это тоже будет супер. Для чего оно нам нужно? Во-первых, для того, чтобы просто пробудить все наше тело и сознание. Потому что обычно мы дышим, знаете, половиной легких. Иногда бывает одной третьей. А вот весь вот этот вот объем мы его не используем. И все эти токсины, которые там у нас внутри, они тоже не выводятся. Когда мы используем всю эту систему на полную катушку, то у нас, во-первых, происходит глубокое расслабление. У нас в основном в обществе как бы недостаток функционирования парасимпатической системы. Напрягаться мы умеем, расслабляться мы не умеем. То есть йоговское дыхание, оно нас расслабляет, и потом оно нас приводит в такое более гармоничное состояние. И в йоговском дыхании у нас есть три порога. Один порог – это ключичное так называемое дыхание, оно находится вот здесь. Второй порог – это дыхание грудной клеткой, грудное дыхание. Вот именно здесь грудная клетка расходится. И третий порог дыхания – это брюшное дыхание. То есть ключичное дыхание, грудное дыхание и брюшное дыхание. Что мы сейчас с вами будем делать? Первым делом мы с вами потренируем брюшное дыхание. Это вот как раз то, что мы сейчас с вами можем делать, потому что диафрагма у нас уже с вами расслаблена. Для этого надо просто положить ручки на живот и сесть так, чтобы вам было удобно. Вы можете, например, я вот так вот облокочу сейчас на спинку своего стула, и мне будет так, чтобы вы видели, да, чтобы вы все видели.